Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. Сегодня 25 октября и я хочу по заявке приготовить баклажаны квашеные с капустой. Баклажан у меня здесь 2 килограмма, я уже хвостики обрезала. 200 грамм натертой на крупной морковке, 400 грамм капусты, тоже очень мелко сделано. Значит, здесь 150 грамм сладкого перца, он у меня замороженный, свежий не купила, он еще есть на рынке. Здесь 6 зубчиков чесночка таких больших, половинка горького перца, пучочек петрушки и вот такой укроп. Значит, петрушку я нарежу тоже в капусту, а такой укроп прямо так буду класть. И соль нам понадобится 80 грамм где-то. Сейчас, значит, я уже, вода у меня закипает, отвариваю наши баклажаны синенькие, ну, 5, может 7 минут. Чтоб они не разварились, но и не были сильно твердые. И вот баклажаны постоянно они всплывают, так я, видите, как крышку сюда сделала, воздух вышел и она, так лучше они проварятся. И видно, когда хорошо закипит, где-то 5 минут прокалываем спичкой, если спичечка хорошо входит, значит, они сварились. Нет, значит, еще минутки две. Подготовим капусту для фарширования. Я ее смешала, видите, с морковкой и немножко я ее помну, чтобы она не была такой воздушной. Не солим ничего, мы посолим потом рассол. Сейчас я добавляю, видите, перчик, петрушку сюда добавляю, а чеснок и укроп, и горький перец мы добавим потом. И вот уже наша начинка готова, видите, такая. Баклажаны остывают, сейчас будем их фаршировать. И вот я уже приготовила кастрюлю, значит, на дно я брошу вот так вот укропчика, горького перчика, весь я горький перец кину на дно, немножко чеснока, чеснок не весь. Выкидаем, и вот наши баклажанчики, видите, какие они. Значит, я разрезаю вот так баклажанчик, но не до конца. Горячий, конечно, он, видите. Капустой вот так его заправляю хорошо. И выкладываю так в кастрюлю, плотно будем укладывать. Баклажаны у нас маленькие, не горькие. Если крупные баклажаны, их надо под пресс после отварки, чтобы немножко горечь стекла. А эти у нас не горькие. И вот уже я второй слой. После первого слоя я еще добавила чесночка. Это уже второй слой. И теперь я добавляю последний укроп сюда. И наш чеснок. Чуточку остается чеснока на самый верх. И выкладываю последний шар. И вот уже все баклажаны я сюда заложила. Высыпаю последний чесночок. Капусточка у меня еще осталась. И я ее прямо сюда вот так же выкладываю. Она тоже будет очень вкусная. Так, здесь у меня уже все готово. Я беру 80 грамм соли. Растворяю в кипяченой воде. Здесь у меня будет 1 литр воды. И буду заливать наши баклажаны. Смотря в какой вы емкости. То воды. Столько и воды. Здесь вот еще немного. Здесь еще пол литра воды где-то. Чтобы соль вся разошлась. Самое главное. И вот сейчас там уже недалеко водичка. И мы, конечно, гнет поставим. Я поставлю какую-то банку. Достаточно будет пол-литровой с водичкой. И в тепле они постоят трое суток. Потом можно в холодильник убрать. И 5-6 дней. Будет наши баклажанчики готовы. И вот баклажаны с капустой уже уквасились. После 7 дней. Ну, я их продержала 10 дней. Видите, какие они в рассольчике. Сольчики. Очень вкусные. Баклажаны квашеные с капустой уже на тарелочке. Очень вкусные, ароматные, аппетитные. Приятного аппетита и удачи вам. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих близких. Редактор субтитров А.Семкин